О возможности внесения изменений в Конституцию заговорили еще в начале года. Законопроект был внесен в Госдуму и принят в марте. 206 поправок коснулись различных сфер. Сегодня собравшиеся отмечают их значимость. Многие выделяют для себя отдельные статьи, которые привлекли их наибольшее внимание. Меня в частности волнует поправка по охране окружающей среды, природы. Поскольку поправка закрепляет нормы охраны окружающей среды, природы и вообще экологии всего человечества. Это поправка, которая затрагивает весь масштаб, глобальную проблему всего человечества. Туда же я бы внесла поправку о охране животного мира, которая тоже является немаловажной поправкой. Поскольку на сегодняшний день, в современное время, это тоже является проблемой, можно сказать, остро стоящей перед всем человечеством, перед всем миром. Здесь также говорили и об изменениях, связанных с минимальной оплатой труда. В новом законопроекте прописано, что МРОД не должен составлять сумму ниже прожиточного минимума. Теперь все это и многое другое будет закреплено в Конституции России. Мне здесь несколько пунктов понравилось. Это первый пункт, это по МРОДу, что не должно быть ниже прожиточного минимума. Вот эта позиция мне понравилась. Понравилось. Второе, лично, это опять мое сугубое мнение. Второе, это сохранение исторического наследия. Вот этот пункт мне понравилось, что она будет в Конституции, именно этот пункт заложен и закреплен. И третье, мне как бы тоже, части сохранения языка, части языка. В этой части тоже, как бы, я поддержу эти поправки. Особое значение для любых государств, в том числе и регионов, по мнению собравшихся, имеет территориальная целостность и сохранение границы. Эти поправки относятся к 67-й статье, где четко будет прописано о неотторжимости территории России. Там есть для нас очень хорошая поправка, которая говорится за сохранение исторической целостности народов Российской Федерации. Ради этого поправки я просил бы прийти проголосовать. Мне лично нравится там врачебная поддержка, там сохранение границы, там стоят, вопросы там стоят много. У нас история большая, у нас есть что сказать, у нас есть что-то голосовать. О том, что каждый из нас обязан пойти на голосование и исполнить свой гражданский долг, отметил почетный гражданин Назране Хасан Местоев. По его словам, мы являемся частью России и имеем полное право решать судьбу страны все вместе, сообща. Если вы внимательно ознакомились со всеми уносимыми изменениями, то вы, наверное, заметите о том, что там ставятся очень большие вопросы именно по улучшению и здравоохранения, и культуры. Практически все рассматривается в воспитании молодежи, в воспитании детей. И представляете себе, это вносится, где ставится вопрос об благосостоянии, об улучшении жизненного состояния наших граждан. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России начнется с 25 июня и завершится 1 июля. Процедуру растянули из-за обстановки с коронавирусом. В Ингушетии откроются 9 территориальных и 137 участковых избирательных комиссий. Светлана Томова, Магомед Белокеев. Новости 24.